здравствуйте дорогие друзья мы вернулись как и обещали три дня занимались тем что купались бухгалтерии еще до конца даже не выкупались поэтому будем продолжать в обычном режиме как как всегда пока что в таком сжатом состоянии мы находимся но после 14 февраля опять немножечко расставимся и будет получше в любом случае мы будем пытаться делать ролики и отвечать на все ваши вопросы вот так вот сейчас все это выглядит у нас рабочий процесс и плюс ко всему вот и еще дополнительные растения стоят у нас на крыше сегодня будем их поливать вечером обрабатывать и собирать новые заказы которые вас интересуют что хочу сказать связи с тем что сейчас все транспортники заняты и за 14 февраля и за 8 марта вот эти праздники которые для цветочников основные получается что очень много везет транспортник цветов и заказов и собственно говоря не хватает времени и места тем не менее место нам нашли поэтому машину из тинтери и экзотику мы ожидаем двадцать шестого примерно если все будет хорошо с таможней то где-то двадцать шестого числа мы ожидаем привоз цитрусов из тинтери что касается подтверждения подтверждения в ближайшие дни нам дадут потому что все заявки у нас отправлены все пожелания отправлены опять же что хочу сказать по поводу тинтери чтобы вы понимали часть заказов это одна вторая или одна треть это ваши заказы которые вас интересуют все остальное мы берем да на свое усмотрение то что интересные сорта необычные сорта цитрусы которых собственно говоря сложно найти и мы заказываем что называется на свой страх и риск как правило мы привозим они получаются очень классными очень интересными то есть мы закупаем эти растения на свои деньги цена остается пока прежний питомник пока молчит цены не поднимает что нас очень радует но нужно учитывать что цена у нас идет евро и рассчитываем мы по курсу евро но курс не центробанка как многие спрашивают и считают а именно обменника поэтому не всегда цифры совпадают то есть как правило это подороже ну где-то 3,5-3,6 возможно мы опять делаем так же как в прошлый раз то есть пока едут растения можно их приобрести будет по 3,5-5,0 а уже в свободной продаже выставим по 3,7-5,0 пока еще не понимаем что будет происходить вот что касается тех растений которые сейчас в ближайшие дни мы будем выставлять показывать и вы можете выбрать Что касается заказов, дорогие друзья, еще раз говорю, напоминаю, мы предоставляем вам растения, которые есть у нас в наличии. Черенки мы не продаем, мы не срезаем. Нам черенки не нужны, прививать, укоренять нам некогда. А срезать просто так вот и для чего-то, почему-то, ну, совсем не интересно и даже уже не смешно. Я это говорила неоднократно и повторяю. Вы понимаете, каким образом приезжают растения? Вот даже сейчас растения уплотнели, видите, как они стоят очень плотно. Да, где-то неаккуратно там, ну, вы поймите, что когда такой темп, аккуратно, мы стараемся аккуратно, потому что мы дрожим растениями, но все равно где-то веточка зацепилась, где-то веточка сломалась. И такое бывает, что, да, возможно, она там упала, оторвалась, что-то с ней произошло. Но мы даже в этом случае вот эти сломы оставляем, мы не трогаем, мы не забираем ветки, нам не нужны эти черенки, вы поймите. И поэтому вот иногда даже уже, ну, действительно, как-то уже напрягает мнение по поводу того, что мы обрезаем ветки и, ну, несерьезно, правда, несерьезно. Далее, что хочу сказать по поводу отправок. Пожалуйста, большая просьба, сейчас достаточно морозно везде, подумайте, нужно ли вам сейчас отправлять, и опять же, чем отправлять? Отправлять? Транспортность с тепловым режимом, почтой или СДЭК? Учитывайте, пожалуйста, какие погодные условия у вас конкретно в вашем регионе. Потому что в первую очередь это ваши риски, и за которые несем ответственность почему-то мы. Почему-то мы переживаем, почему-то мы готовы компенсировать. Поэтому большая просьба, подумайте. И по оплате. У нас действительно большая загруженность, и очень-очень сложно. У меня к вам большая просьба. Практически все, за что вам большое спасибо. После оплаты, неважно, за доставку за растения, вы присылаете скрины чеков. Это большой плюс для нас, нам от этого гораздо легче. Я вас очень прошу, поскольку, говорю, мы два суток сидели, не отрывая голову от бухгалтерии, от всех сверок и так далее. Тяжело, тяжело искать ваши оплаты. Поэтому большая просьба, пожалуйста, присылайте скрины чеков, или хотя бы пишите. Во столько-то я оплатила, чтобы нам легче было найти. Потому что, ну, к сожалению, есть неоплаченные, неоплаченные счета за доставку. Такое есть. И, собственно говоря, но это печаль. Дорогие друзья, мы ведем отчет, полностью отчет о ваших заказах. Все записываем, записываем, когда у вас была произведена отправка, когда у вас замечается доставка. То есть, всю информацию мы пытаемся отследить. Поэтому очень много времени уходит на вот эту вот всю бумажную волокиту. Плюс ко всему есть очень много документации касаемо, касается это, естественно, привоза и так далее. Вот. И, соответственно, вот документы, как я вам уже до этого еще показывала, пачка по отправкам, которые мы тоже должны переработать, посмотреть, правильно ли мы отправили, правильно ли мы указали вашу фамилию, ваш адрес, ваш телефон и так далее. Это занимает, как я уже объясняла, говорила, кучу времени. Сейчас приступим, будем обрабатывать ваши сообщения на всех площадках, соответственно, во всех соцсетях. Поэтому не волнуйтесь, все это мы делаем. Мы уже в рабочем режиме. Сегодня будет у нас с обработкой полив, потому что хочется им уже попить. Вот за дневный срок, что у нас не было, подрастают молодые побеги. Чувствуют растения весной, в наличии есть, выбрать есть, что состояние, вот смотрите, даже с учетом того, что растения трое суток не поливались, то есть перед отъездом мы их хорошо полили, а чувствуют они себя прекрасно. Ну и как бы на улице не так холодно, плюс два, плюс три, и соответственно, поэтому у нас здесь достаточно тепло. Замечательные сиракузаны, сиракузаны с бутончиками, все цветут, все с молодыми приростами. Вот у нас в регатный грабау. Про тинтери я вам уже сказала, и хочу сказать, что мы в этот раз, не знаю, запросили много интересных сортов. Если нам все дадут, и дадут хорошего качества, ну это будет супер, это будет победа. Мы все обязательно, как обычно, выставим. Вот это на капучиата. Кстати, нашли характеристику о сорте Данила. На капучиата капучиа, капучио, на самом деле шикарный. Смотрите, мальфитана, и цветет, и молодые побеги. Шикарные лимоны, очень классные. Там вот виднеется коломандины, хистриксы. Вот у нас маленькие мейра, кардамончики, классные кункваты. Тонда начинает окрашиваться по 3-6. Посмотрите, какие они шикарные. Абавата. Абавата уже начинает переспевать, видите, даже на растениях. Уже просятся, просятся, чтобы их кто-нибудь у себя дома съел. Поэтому, да, вот такие мы не отправляем, мы их, естественно, убираем. Поэтому есть шанс попробовать вкусные и хорошие. Гнилые падут. Их, конечно же, мы не будем отправлять в таком состоянии. Так, вот такая у нас стена классная на этом фоне. Сегодня будем делать тоже фотосессию наших классных цитрусов. Вот смотрите, какие колосненные мейи. Лунарио. Лунарио по 3-600. Очень-очень классные. Это у нас овалий Амафетана. Амафетана. Это тоже шикарный сорт. Вот, смотрите, все прекрасно себя чувствуют. Даже с учетом того, что, как мы поливаем, был задан вопрос, да нормально мы поливаем. Абсолютно мы к этому приспособлены, и растения приспособлены. И даже вот в таких компактных условиях, смотрите, как они, они абсолютно все комфортно чувствуют. Дают приросты, цветут. Вот кукли в маленьких горшках по 2-300. Тонда, как я уже говорила о вале. Классные сиракузана. Сиракузана у нас есть по 3-600, поменьше. Папуана, микроцитрусы. Карубара, который 1900. Лаймы, кафорские лаймы. Персидские лаймы. Лимарос, это который рангпур. Он и с плодами, и с цветами, и с приростом одновременно. Кто-то там наверху с огромным приростом. Апельсинки. Даже кто-то там улыбается. Видите, апельсинчик треснул. Орегатные, простые, красные. В общем, все на любой вкус. Лимет Тороса, смотрите, наливается. И бутоны у нее и цветет. В общем, красота необыкновенная. Клементины, мандарины. Мандарины, клементины, смотрите, все в бутонах. Все в бутонах, все в молодых приростах. И прекрасно, чудно себя чувствует. Кстати, вот смотрите, Торока. Сейчас покажу Торока. И тоже он бутонница. Видите? Тоже классный бутончик. Вот тут все в бутонах, апельсины, в молодых побегах. Хотя, вот смотрите, темно. Казалось бы, темно. Но вот такая прелесть и красота. Постараюсь сегодня вечером. Если не получится, то завтра точно я сделаю конкретный обзор, чтобы было видно и понятно. Еще раз спасибо вам за понимание, за теплые слова. Нам очень приятно, что вы нас слышите. Всем всего доброго, всем всего благ. Мы очень рады, что вы с нами, что вы понимаете, что мы хотим, к чему мы стремимся. Вот такая вот у нас красота. И еще хочу сказать один момент. Мы долго думали, кто же у нас такой тайный поклонник. Нет, в тюбе, который так прям нас... Ну, очень так прям нас не любит. Вот, выяснили. И хочется сказать спасибо большое, что вы тоже есть. Это стимулирует, это подбадривает. Иногда это, конечно, немножко подбешивает. Ничего не буду говорить. Но хочется сказать вот что. Дорогие друзья, мы рады всем, абсолютно всем. Но если вам так жутко не нравятся наши ролики, наши растения, наши цены, собственно говоря, мы, хотя мы даже понятия не имеем, что мы вам такого сделаем, то зачем вы смотрите наши ролики? Зачем вы участвуете в обсуждениях, если так вас жутко все бесит и раздражает? Ну, найдите себе хорошее, приятное занятие. В конце концов, смотрите ролики, где вам нравится. Зачем же вы тратите свое дорогое, бесценное время на таких плохих нас? Мира вам, любви и добра. И побольше добрых людей, чтобы убрать у вас вот эту агрессию и злобу. И хочу закончить на хорошей все-таки ноте. Пожалуйста, тем, кому мы не ответили, продублируйте, не нервничайте. Я понимаю, что это немножко напрягает, что мы не отвечаем. Не отвечаем, значит, действительно заняты. Не потому, что мы вас игнорируем. Немножко терпения мы обязательно вам ответим. Мы вас всех любим, ценим и дрожим. Всего доброго и ждите в ближайшее время ролики. Друзья, всем привет. Еще раз. 14 февраля уже на дворе. Такие классные букеты продаются у наших ребят, которым мы арендуем помещение. Смотрите, обратите внимание, какие красивые, классные и дешевые цены. Принцип работы этой компании, Оливия, в том, что они делают букеты только из свежего цветка. Поэтому, кому интересно, приезжайте к нам на 8 марта. Выбор огромный. Плюс ко всему, посмотрите, цены прекрасные. То есть, можно приобрести все, что угодно. Цены, еще раз повторю, очень-очень прожирные. Маленькие. Ассортимент большой. Приезжайте, будем рады. Гуляйте в нашем мире экзотики цитрусов. И приобретете подарок для своей любимой. И так, в преддверии праздника 14 февраля у нас такой творческий бардак. По-другому не скажу. Потому что мы пытаемся сфотографировать, показать то, что у нас есть в наличии, что мы можем предложить. Вот такие классные клементины. Фотографии я выставлю. Они просто обалденные. Мандарины, клементины. Все идут с бутонами. Это у нас 20 горшок по 3600. Мимоза осталась только по 1600. Другой нет. У клементины есть по 3000. Кстати, один мандарин за 2300 остался. Тоже все фотографии выставим. Сейчас в течение ближайших дней нафотографируем. И можно будет спокойно выбрать все, что вас интересует. Сейчас уже время отошло. И практически мандарины, апельсины все без плодов. То есть вот еще можно ухватить, что называется, вот такой вариант. Потому что, видите, они все уже отпали. Уже все. То есть если вот сейчас приобрести, то есть пока он еще живенький, пока он еще целенький, мы, соответственно, отправим вам с растением, чтобы вы могли попробовать. Потому что, конечно, долго они не могут так лежать, они начинают подгнивать. И, соответственно, конечно, они все скинули плоды. И начинают, вот смотрите. Вот они все. Видите? Все в бутонах. Все в бутонах, все в молодых приростах, все классные. Мимоза очаровательно, обалденно пахнет. Это у нас клементины и мандарины. Совсем осталось мало апельсин. Прям вот немножко. По 3000. Тоже вот, смотрите, они с плодами. То есть можно еще попробовать с молодыми приростами. Бригатный из двух разных питомников. Но, скорее всего, это один и тот же сорт. Это не Валенсия, как мы предполагали. А, скорее всего, тарока, потому что... О, все, упал. А, скорее всего, тарока, потому что внутри у некоторых попадаются пигментированные плоды. Поэтому... А пигментация, это мы знаем, что у нас у красномяса. Вот такие вот апельсинки классные. Они еще в наличии. Один чинота. Плохо видно. Ну, вот попытаюсь вам показать. Зато самое странное, знаете, когда в полутьме разрастается очень классно вот этот вот чай, который у нас на скидке. Который очень лечебный, полезный. Типа женщиня, геностема. Далее вся в цвету, вся в бутонах и завязях у нас рангпур. Это лайм красный. Посмотрите, какой он чудный, красивый. Далее совсем немножко у нас лайм персидский. И вот 3000, один в бутонах и с завязями. И он же стоит. Плохо, наверное, видно, но я постараюсь вам показать. И вот он стоит за 2600. Тоже очень хороший. Лайм Кват за 2600 с плода... Ой, за 3000, простите. 3600. Так, 3600. Лайм Кват. Товары с плодами шикарные. Лайм Верби 3600. Хистрикс 3600. Дальше. То, что мы говорили о грейпфруте. Большая произошла неувязочка. Мы немножко вас неправильно ввели в заблуждение. Это не грейпфрут и не помело. Это лумия. Причем не та лумия, о которой говорила Таня Кузьмук. Это немножечко другая, поскольку они разные. Смотрите, сколько молодых приростов. И они начинают цвести. Эта лумия очень приятная на вкус. Очень сочная. И у нее, да, она как грейпфрут. Похожа на грейпфрут, но в то же время у нее вкусовые качества лимона. Очень приятная, но в то же время это не сладкий. Грейпфрут, а все-таки это кислый лимон. Большой, крупный кислый лимон. Но очень необычно, интересно и вкусно. По 3000. Есть карубара. Некоторые экземпляры мы уценим. 1300. На некоторые можем еще дешевле. Вот, например, на вот такие экземпляры. По 1900 очень хорошие есть. Дальше каламандины по 2000. Кафрские по 3. Рангпуры по 3. Которые сладкие. И вот один товарищ, который... И один товарищ, который с кислыми плодами, он 2000. Вот такой вот. Лайм-кватт 2600. Вот там грейпфрут стоит за 3600. И там, кстати, стоит курша за 3600. Очень хорошенькая. Вот еще раз вам покажу. Есть апельсинка за 2300 осталась. Есть апельсины за 3600. Кстати, красномясые. Торока. Все в цвету, все в бутонах. Сейчас попробую вам показать. Смотрите, какая прелесть. Это торока у нас. И сангвинелла. Красномясые по 3600. Вот с этой стороны. Вот. Опять же покажу вам мандарины, клементины. Все в бутонах. Опять же, вот в бутонах и с плодами апельсины. Очень классные. Лимон и лунарио по 3600. Обалденные, здоровые. Большие. Лимон и липа весь в цвету. 3600. Остался один классный апельсин роз со сплодиком огромным. 3600. И остался классный один суперский апельсин. Смотрите, сколько у него завязей. Это что-то из овальных. Он без сорта. И плюс ко всему у него очень-очень много бутонов. Смотри, сколько завязей. Это что-то из овальных апельсин. Это по 3600. Вот такая прелесть. Далее. Далее. Так, значит, пока думают у нас насчет кукли. Насчет микроцитруса роса. То есть пока что еще думают. Но вот они в свободной продаже. Один есть клеопатра тоже. Мандарин клеопатра по 3600. Микроцитрус по 3600. Я говорила про оценку. Кстати, давайте, дорогие мои друзья, так. Мы вам показываем оценку. Если вы в себе уверены, мы вам ее продаем. Но без всяких претензий, без каких-либо выставлений. И, как бы правильно это выразиться, чтобы не было потом никаких недоразумений. То есть мы вам показываем полностью. Мы присылаем видео. Мы говорим о цене. Вот молодые побеги. Вот листья, то есть он живой, с ним все в порядке. Да, он на скидке, потому что он сбросил листья. Но он живой, он полноценный. Поэтому он 3000. У этого нет листа, но у него есть почки. И он 2600. Это руководоварикатный. Если вам это интересно, и вы готовы рискнуть, будем говорить так. Это будут ваши риски. И никаких, чтобы потом не было обвинений, и что мы вам что-то подсунули, и мы такие-сякие в соцсетях. Давайте договоримся, обойдемся без этого. Потому что, честно, уже надоело. Так, это руководоварикатный. Дальше. Лимоны варикатные, которые приехали из нового питомника. Вот они вот такие классные, вкусные, красивые. По 3600. Два психанули, скинули лист. То есть они с этого же привоза, но что-то им не понравилось. Они кинули лист, они не до конца скинули. То есть лист еще присутствует. Но мы, естественно, их уценим. Поэтому они по 3000. Сзади стоит геаловарикатный 3600. Дальше стоят по 3600 желтой мякотью, микроцитрусы. И классная папуана. Они по 3600. Вот опять же карубарки. Карубара по 1900. Здесь у нас экзоты. Какая-то часть экзотов, которая осталась. Далее лимон опять липа. Лимонные. Вот здесь, да, я вам не показала. Лимонные капучио. Прекрасные, чудные. Вот даже, казалось бы, темнота. Они дают прирост, они цветут. Они все с плодами по 3600. Сиракузаны шикарные, с плодами, с цветами. В 20-м горшке 3600. Еще раз вам покажу рангпуры. Шикарные. Это красный лайм, вкусные. Они все усыпанные. Они ремонтантные. Они не капризные. Так, перейдем здесь. Неудобно, плохо может быть видно. Понимаю. Ну вот, как-то так. Опять же, Лунарио по 3600. Здесь у нас есть Адама, Липа. То есть, они все с плодами. И они очень прикольные. Карубара, Лимон. Тоже с плодами. Все 3600. Два классных варегатных коламандина по 3600. Листы немножко отличаются. Один уже, другой пошире. Из разных питомников. Кафрские лаймы по 3600. И там вдали цитроны. Цитроны максимума по 2600. С скидкой. Но они в хорошем состоянии некоторые даже с плодами. Остались у нас Амальфитана. Вот такие по 3000 с плодами и с бутонами. Очень-очень прикольные. Очень-очень красивые. Далее. Лимон и Лунарио по 3000. Тоже с завязями. И вот там вдали, если вот увидеть, Карубару. Тоже по 3000. И плюс ко всему еще есть очень-очень классный лимон Овали Соренто. Не знаю, почему он вас не интересует. Но он действительно очень-очень вкусный. Тоже есть по 3000 вот такой вот лимон. Сейчас постараюсь перейти дальше, чтобы вам показать. Остается все меньше и меньше кумкватов. Кумкват Овали, кумкват Абавата. Значит, по поводу Абавата. Они начинают все кумкваты петь и, естественно, падать. Поэтому есть шанс получить растения с плодами. Думайте, не тяните, потому что они падают и подгнивают. И это очень-очень печалит. Так. Кумкватонда начинает окрашиваться. И тоже видите, сколько плодов валяется. Мы эти плоды присылаем вам. Мы их не едим. Не переживайте. Единственное, что они, конечно, гниют. И это просто печалит. И маленькая кукля, вот по 2-300 стоят. Они тоже набирают уже спелость. Поэтому спешите. Вы можете приобрести вот такие шикарные с плодами кумкваты. И, естественно, их попробовать. Совсем немножко маракуйи и перца черного со скидкой. Это все есть. Это все в наручии. Ваши заказы мы упаковываем. Это все у нас происходит. Вот такие вот по 3-600. Шикарные. Посмотрите, шикарные. Мандарины, апельсины. Все это есть. Сейчас наверх я попробую залезть там показать. Загар обьянка. Тоже не пойму, почему вы прошли мимо. По 2-300. Очень прекрасный, чудный сорт. Все в цвету, в бутонах, в завязях. Сиракузана по 3-000 с плодами есть. Инкапучиата один остался за 2-300. Немного совсем осталось из тинтери. Лимончиков. И обалденный инкапучиатов по 3-600. Амальфитана по 3-000. Реально очень вкусный, хороший лимон. Вот стоит обратить внимание. Сейчас подниму наверх и покажу, что там. Здесь, конечно, все в кучу, потому что места маловато. То есть здесь лимоны стоят. Но опять же, дают молодые приросты. Лаймы. Лайм, которые доите. Вот по 3-600 большой. По-испански, которые по 3, которые поменьше. То есть мы на них делаем скидки. Тинтеревские растения тоже тут стоят. Можно наблюдать. Сейчас я пройду. Вверху, наверху у нас стоят кориса по 2-000, кому интересно. Гуава красная. Лимонный, кардамон. Карубара. Какие-то мейера есть частично. Здесь же у нас присутствует Адава Огроми. Плохо видно. Нет подсветки. Это уже завтра днем. Еще, может быть, пробежимся. Как получится. Так, стараюсь не упасть. Далее классные. Рукобуды. Вот здесь все бутоны по 3-600. Микроцитрус красный по 3-600. И манго. Манго еще есть в ассортименте. Манго сортовые, все привиты, все взрослые. Когда обычно они приезжают к вам, они начинают уже цвести. И, соответственно, ждут опыления. Можно поработать кисточкой или запустить какую-нибудь мушку. Далее клементины, мандарины. Как я уже говорила, все в цвету, все в бутонах. Они по 3-600. Вот я стою, они выше меня некоторые. Так, сейчас плохо видно. Завтра все-таки я, наверное, доберусь и покажу вам вот эти наши лимоны-россы, которые по скидке по 3-000 и плоды висят, они дают молодые приросты. Это что касается уценки. Кто спрашивал? Возвращаясь к темне уценки. Вот там, по-моему, какие-то растения. Сейчас я посмотрю тоже, по-моему, с уценки. Лимоны лунарио карубара на уценке. И вот они дают, вот они висят, которые с плодами. Вот плод его висит. Сейчас обратите внимание. Вот висит его плод. И вот, пожалуйста, приросты. Это, опять же, возвращаясь к той теме, что мы не снимаем. Мы оставляем на растении, ну, допустим, мы оставляем там 1-2 плода. Остальное, да, удаляем. Так, дальше посмотрим. Вот это гиала. Тоже тут почки есть, чтобы... В общем, лучше днем. Тут плохо видно. Дальше кумкват и хиндиши по 2-620 горшке. Опять же, пока есть в наличии, хочу разрекламировать. Он уже оплачен. Апельсин Безарио. Апельсин Безарио. Мы его скоро отправляем. Вот смотрите, у него химерные листья, у него химерные плоды. И он весь в бутонах. Он весь в молодых приростах и так далее. Посмотрите, какая прелесть. Такой апельсин мы привезем в марте. Этот апельсин есть в томнике Лемонгарден. Там же Амуа-8, который под биркой Рубина. И Абрикопинка под биркой Лимон-Варегатной. И это все мы привезем в марте. Кому интересно, оставляйте свои заказы и свои пожелания. Потому что бывает, что не хватает на всех. Вот такая вот красота у нас. Такой у нас творческий беспорядок. Заказы ваши упаковываются. Мы продолжаем работу. Пишите, оставляйте свои комментарии. Опять же, не переживайте. Если мы вдруг не открыли ваше сообщение и не ответили, не раздражайтесь и не нервничайте. Я понимаю, что хочется, чтобы мы обратили на вас внимание, но мы переживаем из-за того, чтобы мы про вас не забыли. 14 февраля день любви. И многие этот праздник не отмечают. Но тем не менее, мы поздравляем вас. Желаем вам мира, любви, счастья и добра. Благополучия. Давайте быть друг другу терпимее. Понимать друг друга. Ну, если не любить, то хотя бы относиться друг к другу с уважением. Мы вас любим и ценим. Всех вам благ, радости. Как только праздник закончится, на следующий день мы обратно спустим наши тележки и проведем более подробный обзор. Но пока есть время, пишите, спрашивайте. Пока есть растения, которые можно попробовать с плодами. Не упустите эту возможность. И еще раз повторяюсь. Пожалуйста, смотрите, нужно ли вам сейчас, в зимнее время, приобретать растения. Если вы решили, если вы хотите, мы сделаем для этого все, что мы можем. Предоставим фотографии, предоставим всю информацию. Но принимайте решение, чем вам отправлять. Что это будет? Это будет либо почта, либо транспортная компания. Всего вам доброго. И всех благ. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok